Торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Дня Победы, в Сергиевом Посаде начались с митинга у Мемориала Славы. Всё дальше и дальше от нас тот победный май 1945 года. Несмотря на хмурое утро, к 9 утра у Вечного Огня собрались представители военных и послевоенных поколений. Это не просто необычный флаг, это флаг Победы. Это флаг, который завивался на Рестаге. Флаг 150 стрелковой дивизии. А сколько таких дивизий было у нас, сколько полегло людей, сколько людей отдавали все свои силы у станков на предприятиях, тех, кто ковал Победу. Сегодня мы пришли с флагами детей войны, потому что это то поколение, опаленное войной, которое отдавало все возможности, все свои детские силы, а потом восстанавливало нашу страну. Это общий наш праздник. И праздник должен проходить обязательнейшим образом под флагом Победы. Фронтовиков Великой Отечественной в День Победы сюда приходят с каждым годом всё меньше. Но память о них бережно хранят потомки. Кто это на вашей фотографии и почему вы с ним сегодня пришли сюда? Это мой дедушка. Он был командир танковой дивизии, начальник разведки. Служил в 55-й гвардии. Это украинский фронт. Дважды герой Советского Союза. Жалко только, что умер он в 69-м году, но мы помним, мы гордимся их подвигом. Про него есть книги, статьи в газетах. Я 41-го года, 1 марта. Начало войны как раз. Ваши, наверное, родители как-то принимали счастье? На войне был отец и старшая сестра. Они дошли до самой Берлины. Отец в пехоте был, а сестра связистом была. Мой отец прошел всю войну от Москвы и до Берлина. И я в своей книге, в самой первой, которую я выпустила, здесь Россия моя, написала такие слова. От Москвы до Берлина гнал фашистов отец. Через пять лет вернулся он домой наконец. И каким же был радостным возвращение путь. Он вошел в дом с победою и в медалях вся грудь. Жители нашей многоциональной страны сражались все как один, не щадя своей жизни и на линии фронта, и в тылу. Они показали пример истинного мужества и благородства. Сегодня мы гордимся, что именно наши отцы и деды смогли уничтожить фашизм. И скорбим о 15 тысячах земляках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Почтить память земляков к мемориалу славы пришли представители районной городской администрации, общественных организаций, депутаты. Минута молчания, вслед за которые к мемориалу славы ложатся памятные гирлянды, венки и цветы, которые принесли жители и гости Сергиева Посада. Ирина Максимова, Кирилл Емельянов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова